Медики против ковид 26 октября Рустам Ахмадинуров организовал прямой эфир под названием «Медики против ковид». Медиков в прямом эфире изображали трое, из которых только один был дипломированным врачом. Это ректор Башкирского государственного медуниверситета Валентин Павлов и бьюти-блогерка Евгения Машко, которую позвали на это мероприятие совершенно непонятно зачем. Кто умирает? Умирают диабетики, умирают жирные люди, не побоюсь я этого слова, умирают мужчины с метаболическим синдромом. Раньше мы когда приезжали, это большой живот, раньше когда вы приезжали в Турцию, еще куда-то, вот это наши мужчины, ожиревшие, толстые, с кружкой или с рюмкой горячительного питка, они видны, они выделяются из толпы. Вот это контингент. Сегодня эти, к сожалению, 40-летние, 50-летние мужчины с большим животом, они умирают. Сегодня нам, всем, обществу необходимо стать резко, стать здоровым. Резко стать здоровым. Это касается абсолютно всех. Нужно готовить свои легкие и свой метаболизм готовить к встрече с коронавирусной инфекцией. Мы снова включились в естественный отбор. Мы снова включились в естественный отбор. Естественный отбор, который человечеством был запланирован там, начиная с первобыстного века, который уже прекратился, что умрут слабые физически. Но, ребята, товарищи мои дорогие соотечественники, если вы сильны умом, ну вы тогда дайте своему телу-то возможность выжить. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками. У нас огромное количество людей сами себе придумали сахарный диабет. Алгоритм лечения, он очень простой. Сейчас наши участковые терапевты научились лечить, инфекционисты научились лечить. Если температура снимается парацетамолом, и она не превышает цифры 38,5, лучше всего лечиться дома. У нас люди платят 3 копейки за систему страхования медицинского, и получают обслуживание, и возмущаются, если какое-то лекарство закончилось. Разве нет? Ну, в мире... Ну, кто у нас 700 долларов в месяц платит за страховку? Никто. Никто. И 200 евро, как и в Германии, никто не платит за страховку. Мы социальное государство, у нас система выдержала, и никто не сомневается, что мы и вот этот пик пандемии пройдем нормально. 60% дать коллективный иммунитет? Да, 60-80%. Как думаете, когда достигнем? К весне? Трудно сказать. Сейчас будет самая тяжелая вспышка идет сейчас. Следующая волна начнется уже ближе к маю, в апреле, в мае, и она будет уже пологой, потом снова пологой. То есть мы сейчас идем по нормальному распределению математическому и по нормальному течению вирусной инфекции этой пневмонии. Мы должны сформировать то, что движет странами и континентами созидания гражданского общества. Спасибо, Рустам Мораль, что вы это делаете под эгидой партии. Я это делаю как врач. Вот штраф вышел просто так в Австрии. Вышел просто так в Австрии. 500 евро. Зашел на детскую площадку. 700 евро штраф. И штрафуют. А мы уговариваем, зайдите в автобус, пожалуйста, с маской. Смотрите, как человек ставит вопрос хорошо. Излечили меня? А вы-то сам, дорогой товарищ, что сделали для того, чтобы излечиться? Вы-то сами как нам помогаете? Мы что, вам должны и мы должны пожизненно вас теперь лечить? Нет, товарищ мой дорогой. А вы ходите 10 тысяч шагов каждый вечер? Я хожу. Да, а вы пьете кумыс? А вы ведете здоровый образ жизни? Понимаете? Понимаете? Мы не излечим товарищей всех. И вот те страны, в которые не социально и не декларируют, они же не говорят, ну хотите, но есть у вас деньги. Ну будем вас лечить. 300 долларов в день стоит госпитализация на реабилитационную койку в Германии. Хотите, хотите вам, мы вас будем лечить. А не хотите, не будем. Страховка позволяет, будем. Не позволяет, не будем. 50 миллионов США людей не имеют страховки. Медицинской. 56. Шарики понадувайте. Вы надуваете 200 раз шарик. Вы приседаете утром 200 раз. Вы отжимаетесь 50 раз. Вы проходите 10 тысяч шагов. Вы восстановили свою школьную программу физкультуры. Мы медицина. Мы не будем вас долечивать. Нам нужно справиться сегодня с поступившими на госпитализацию. Вы сами за свое здоровье почему не хотите отвечать? Задает вопрос человек. Долечили ли вы меня? Так вы должны сказать спасибо. Вас правильно лечили. Вы не умерли. Вам не дали развиться цитокиновую шторму. Помогайте теперь сами своего организма. Вы сами в ответе за свое здоровье. Дорогие наши товарищи. Дорогие наши товарищи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.